А некоторые мои подписчики ждали данного видеоролика целых полгода, или вроде того. Сегодня речь пойдёт про самую актуальную тему. Вот мне очень-очень много вопросов задавали во всех местах, где я есть. Модератор, администратор и вообще на мыло протекали куча вопросов в связи с тем, чтобы я пояснил, как добыть золото из радиодеталей, в целом, в частности золото. Сегодня у меня есть уже всё, что нужно для этого. Я вот, если кто знает, существует несколько способов добычи золота из радиодеталей. Первый из них – это метод электролита, электролиза, простите. Второй метод – это царская водка. И третий метод – способ, который был придуман во времена перестройки. Самый простой метод и самый доступный. Для демонстрации, во-первых, в самом начале хочу сказать, что видеоролик полностью для демонстрации. И там никаких других целей у меня нет. Нет цели разбогатеть, например, на добычу золота. Просто делаю по просьбам моих подписчиков, поскольку давно всем обещал. И ради вас у меня остались всего два транзистора типа КТ-920. Этот транзистор стоит очень-очень дорого. Я их приобрёл для Тетрафаста. Сейчас я их как бы разломал, чтобы получить из них золото и для, конечно же, этого ролика. Помимо этого нашёл ещё несколько компонентов, в которых содержится золото. Всё это я на ваших глазах буду заливать в азотную кислоту для получения золота. Ну, сейчас подробно о самом процессе. Что для начала нужно? Для начала вам пригодится. Сами компоненты уже заранее очищены. Никаких пластиковых покрытий и так далее не должно быть. То есть, голые компоненты, позолоченные контакты. Конечно же, если есть возможность, то можно откусывать железо, которое не содержит золота. Мы будем использовать метод травления золота. То есть, мы растворим всё, что содержится тут помимо золота, растворим всё в азотной кислоте. А остаточное золото у нас будет в виде таких крупинок на поверхности самой кислоты. Для того, чтобы получить... Во-первых, хочу заметить, что насчёт мер предосторожностей. У меня вот бутылочки из-под фанты. На самом деле, тут целых 1 литр чистейшей азотной кислоты. Концентрация где-то 75-80%. Мне заявил продавец. Как узнать концентрацию кислоты? Если нет специализированного оборудования, то азотная кислота, которая при открывании, скажем, бутылки, должна образоваться своего рода пар. Дыхать этот пар не советую. Он едкий довольно. И вот это свидетельствует... Наличие пара свидетельствует о том, что концентрация азотной кислоты высокая. Но при желании, конечно же, можно увеличить концентрацию. Но это совсем отдельный процесс. Где же добыть азотную кислоту? Самый простой способ – это искать людей, которые там продают... Я перешёл в эту сторону. Которые продают там, скажем, реагенты для людей, которые занимаются сбором ювелирных устройств и так далее. В общем, в городах, думаю, можете найти. И прошу не путать азотную кислоту с серной кислотой, поскольку мне человек писал так же. Можно использовать кислоту от аккумуляторов. Категорически нет. Вот в случае царской водки вам понадобится азотная и серная кислота. При этом 70% раствора с концентрированной серной и 30% азотной кислоты. Их нужно перемешивать. Можно взять в заранее таком холодном, скажем, прохладном помещении. Можно взять, к примеру, у меня что-то очень жутко засвечивается. Вот так буду стоять. Взять, скажем, пластиковый, удобный любой. Можно и баночку взять, стеклянную или пластиковую. В общем, это не важно. Нужна ёмкость сама, пластиковая или стеклянная, в котором помещается сосуд. В ёмкости вот этой лучше несколько кусочков льда положить, поскольку при реакции азотной и серной кислоты образуется довольно-таки немалое тепловыделение. И аккуратно кислоты нужно перемешивать. Ну, в общем, про царскую водку я не буду углубляться. Давайте наш метод рассмотрим. Опять же, нам нужна пластиковая ёмкость. Этот метод пригоден тем, что вот он именно малозатратный. Вам всего лишь нужна пластиковая ёмкость, сами компоненты и, конечно же, азотная кислота. Не менее 65%. Аккуратно, очень аккуратно заливаем некую часть азотной кислоты. Ну, конечно же, конкретное количество азотной кислоты зависит в первую очередь от ваших компонентов и количества ваших компонентов. Поэтому вам нужно будет, скорее всего, рассчитать, прикинуть там, сколько у вас компонентов, сколько кислоты. Но если вы накидали уже в ёмкость компоненты, залили кислоту, спустя некоторое время пойдёт реакция, вода превратится в бурую, такую зелёную водичку. И если вот вы чувствуете, что раствор обогащённый, то советую заливать, подливать в сосуд азотной кислоты. Ну, насчёт мер предосторожности ещё несколько слов. Азотная кислота такой концентрации очень-очень-очень опасна. И советую всю работу проводить вот в таких операционных перчатках, скажем, во дворе. То есть, местность должна проветриваться хорошо, поскольку бурый, едкий газ образуется. Это своего рода оксиды некоторых веществ. Вода, в конце концов, превратится в зелёную такую ёмкость, жидкость, простите. И там это свидетельствует о том, что она обогащена медью. Насчёт растворения. Конкретный процесс основан на растворении всех металлов и на способности, важной способности золота, на инертности. То есть, золото у нас не будет растворяться, всё остальное будет растворяться, помимо, конечно же, пластика. То есть, мы в итоге получим мусор. Это пластиковые, скажем, малогабаритные там покрытия, подставочки, которые присутствуют на радиокомпонентах. Пластик будет оседать на дне вот этого нашего контейнера небольшого. И золото, которое будет на поверхности. Всё остальное, это железо, медь и другие металлы, будут растворяться в азотной кислоте. И после этого мы будем фильтровать раствор. То есть, выбрасываем всё ненужное. То есть, мусор, который на дне образовался, и, конечно же, воду. Нам нужно то, что на поверхности будем это фильтровать, промывать водой, просушивать и, конечно же, переплавлять. Всё это я буду в процесс, скорее всего, растворения металлов и получения золота я буду снимать во дворе. Это очень опасно, и вам тоже самое советую. Поэтому вот именно процесс будет без моих слов, без моих комментариев, поскольку всё-таки соседи подумают, что я псих. И поэтому, сами понимаете, надеюсь, простите меня. Для начала, вот у меня количество компонентов, сами видите. Но я надеюсь, все меня простят, что фокус слетел несколько секунд назад. Это, в основном, маломощные компоненты типа КТ-3102, 07 там. И несколько вот таких пластинок от микросхемных усилителей советского производства. КТ-174 УНС, ещё несколько контактов от микросхем. Вот такие транзисторы наши КТ-815-14. В их под пластиком тоже есть такое покрытие. И, думаю, всё. Вот всё это я буду заливать. И прошу потом не сыпеть оскорблений на мою голову, поскольку если вот... Тоже спрашивал человек, поэтому и говорю. Если количество компонентов у вас примерно вот такое, как у меня, то больше вас, скажем там, нескольких грамм золота ожидать, конечно же, не стоит. Мы, если получим полграмма золота из всего этого, то должны быть просто счастливы. Я вообще ожидаю только получить видимый кусочек золота, чтобы в конце вам показать. Всё остальное, конечно же, зависит от конкретного количества компонентов. В общем, после этого видеоролика, я надеюсь, никаких вопросов не будет, поскольку я выбрал именно самый практичный метод, который, думаю, все смогут сделать. Но, опять же, предупреждаю, будьте предельно осторожны. Всё это может вас поджечь, скажем, азотная кислота, сами понимаете. И, конечно же, едкий газ, которым можно легко отравиться и, в конце концов, не дай бог, умереть. Поэтому давайте я переключусь и всё остальное, что будет, вот, я покажу без комментариев. То есть, сам процесс образования, растворения металлов. И, конечно же, после этого, когда мы будем всё фильтровать и переплавлять, я уже продолжу комментировать видеоролик. Все части будут объединены в единый ролик для удобного просмотра. Продолжение следует... 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 Друзья, спустя полчаса у нас всё уже почти готово. Если вы заметили в ходе нашего ролика, я поставил другую емкость с эмалированной поверхностью. Слил с этой емкости, хотя вот видно, что на этой емкости тоже есть крупинки золота. В чём была проблема? Дело в том, что я ожидал, что солнечный свет сможет ускорить реакцию, но поскольку время у нас ограниченное было, я всё задумывал в течение нескольких часов заснять, поэтому налил всё с азотной кислотой и драгметаллами в эту емкость и подогрел на газовой плите. Пошла бурная реакция, что и следовало ожидать. Кислота, то есть вода распаряется, поэтому нужно добавлять по ходу кислоту. Обязательно всё это дело лучше делать в противогазе или в масках, скажем, поскольку лучше не дышать вообще и не входить в помещение. Я всё это делал в помещении, потому что газовая плита именно была расположена там. Так, но помещение хорошо проветривал. Сейчас мы видим всё, что слил воду я, то есть некоторый мусор всё-таки на дне остался. Тут что-то погорело, не знаю, видимо, слишком много грел. Так, что у нас мы тут можем наблюдать? Смотрите, вот если повнимательнее быть, крупинки золота. Это у нас явно мы видим, что от транзистора КТ-920. Смотрите, это только с первого взгляда может показаться, что процесс не удался, но мы получили исключительно фольгу. То есть я могу сейчас взять руками и задавить, вот, сжимать. Это золото. Чистая золотая фольга. Дальше то же самое со всеми остальными компонентами. Вот тут я вижу угробленный тоже, то есть фольга она целиком. Я боюсь просто потерять некоторые крупинки, хотя повторю, что ролик только для демонстрации. В общем, что мы дальше будем делать? Дальше я всё это дело буду промывать водой, получить золото, отфильтровать. И процесс, конечно же, покажу. Так что оставайтесь с нами. На первом этапе нам нужно всего лишь налить в сосуд воду и потом через вот такую дырочную ёмкость отфильтровать, для того, чтобы слить воду, точнее, для того, чтобы найти более крупные фольги. Всё, что мы нашли, ставим в отдельный, на отдельную бумажку. Вот у меня тут чётко всё видно. Так, весь то, что остаётся в сосуде и то, что остаётся на стенках вот этой водички, вот тут на стенках сосуда и тут то же самое, это является золотым порошком. Воду пока не трогаем. Дальше нужно отфильтровать с помощью ткани. Так, теперь, думаю, всё готово. Теперь нам нужна пластиковая ёмкость, как я уже сказал, заранее вот ткань такую укрепляем в качестве фильтра и резинкой просто фиксируем. Любая пластиковая ёмкость подойдёт. Тут у нас это всё не трогаем. Я промыл воду, смыл сюда, если вы заметили. И теперь нам нужно эту водичку отфильтровать. Таким вот простым образом это ставим сюда, пока не трогаем. Так, берём сосуд с водичкой и фильтруем. Аккуратно, максимально нужно это делать. Так, берём сосуд с водичкой. Походу у нас ёмкость была чуть поменьше размерами, поэтому всё не до конца как бы отфильтровалось. Но это не проблема, думаю. Образуется такая поверхность, с виду похожа на ржавчину. Так, всю эту воду нам нужна, та, которая не до конца вот. Походу всё тут у нас нормально, и вода потихоньку идёт, просто засорилась, наверное, что-то у нас. Так, ну вот и всё, думаю. Всё это нам нужно собирать, промывать, ещё раз отфильтровать. К промывке в воде всё, что будет оставаться на дне у нас, то есть вот этот порошок, который похож на ржавчину, всё остальное – это пластик, который всплывает наружу. То есть всё, что останется у нас на дне – это у нас золотой порошок. То же самое, я всё это делать пока сейчас не буду. Тоже всё это аккуратно отмывать водой, профильтровать. То же самое, что у нас на стенках сосуда, и то же самое, что вот в этом контейнере у нас в начальном. И потом уже будет процесс сушения и плавки. Мы на предпоследнем этапе. Вот у нас образовался золотой порошок. Ну, с первого взгляда это, конечно, не похоже на золото, но это, уверяю, что полностью так. Те, кто вот видел первый видеоролик, там я тоже говорил о компонентах, да, есть классификация компонентов, которые себе содержат какие-то примеси, пластик и так далее. Вот тут это ясно видно, что были использованы некоторые компоненты, которые содержат частицы пластика. И, конечно же, мусор, который образуется во время испарения кислоты. Я, если честно, в этом и моя вина, поскольку порошок нечистый, видим, некоторые чёрные массы есть. Просто я ушёл по делам и вернулся, всё у меня прогорело. Это всё должно быть не так, как вы видите. То есть, должен быть чистый порошок, похожий на ржавчину. Конечно же, мусор почти всегда есть. Сейчас нам нужно всего лишь просушить это обычным феном для волос и, конечно же, накопить порошок в какую-то пластиковую ёмкость малого размера для переплавки. Те, кому не удаётся отделить, иногда очень часто прилипает порошок к ткани. Поэтому я им советую попросту взять и поджечь эту ткань, при этом делая с помощью маломощных горелок, такие как, ну, можно и зажигалку использовать для этих целей. Главное, чтобы отделить порошок. Всё это дело, конечно же, нужно поджечь в каком-то определённом сосуде, чтобы золото не потерялось. И, конечно, после того, как вы собрали крупные частицы золота, которые я показал, то есть, фольги, и вот эту пыль, уже можно начинать переплавлять, плавлять всё это дело. Я, опять же, у меня золота чуть побольше, чем вы видите на фотке. Почему я всё не отфильтровал? Дело в том, что ролик для демонстрации, работа грязная, времени не хватает, поэтому ограничиваемся тем, что есть. Опять же, повторю, моей целью было получить видимую материю, массу золота, для того, чтобы показать его вам. Сейчас я всё это высушу обычным феном для волос, соберу порошок, и дальше будем уже переплавлять всё это дело вместе с вами. Теперь приступаем к процессу засушки, подсушки, называйте, как хотите. Для этого нам нужен, как уже сказал, обычный фен для волос, желательно помощнее взять, хотя подойдёт буквально любой. Наш золотой порошок, поскольку фен будет дувать его, и могут крупинки золота вздуваться просто, поэтому желательно вот таким образом закрыть, чтобы крупинки не полетали в какие-то другие стороны, и потом только включаем фен сначала на минимум, потом уже издалека будем отдувать на максимум. Не обязательно тёплый должен быть поток воздуха. Да? Продолжение следует... ... ... Продолжение следует... 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 процесс, очень давно, точнее, не делал этот процесс, поэтому нет никакой газовой горелки, будем делать из того, что есть под рукой, точнее, плавлять. Сейчас попытаюсь каким-то образом показать вам это покрупнее. Просто надо посыпать несколько, вот, некую ёмкость, точнее, некую часть буры, блин, фокус опять слетел, давайте отдалим чуток, дождёмся фокуса. Вы меня, конечно же, простите за камеру, я, если честно, хотел сделать этот видеоролик на более профессиональном уровне, но, увы, не получилось, поскольку подписчики всё давят, а вот у меня нет катастрофических времени, не хватает. Я в ходе, вот, сегодняшний день, когда я вот всё это дело планировал, где-то 5-6 раз пришлось несколькими часами убежать из дома по делам, поэтому вот всё получилось так криво, да, мягко говоря. Ну, ладно, давайте, думаю, так сойдёт, так-так, активируйся. Бура превращается в своего рода такой, вздувается, точнее, во время нагрева, ну, это так, это всё нормально. Зажигалка у меня будет времени от времени потухать, блин. Вот такой пенопласта-образный материал превращается в бура. Насчёт зажигалки я огорчу, не знаю, почему не горит, но она плавит. Поскольку у нас не само золото, а золотая фольга, то такая зажигалка нам в самый раз подходит, ну, конечно же, там 1060, думаю, да, плавление, температура, эта зажигалка обеспечивает нам тысячу с чем-то. В общем, золото без проблем, безупречно плавит. Чёрт, такой у меня нестабильный огонь. До шайбок, я думаю, не удастся расплавить. В общем, здесьson с Zhu JP. Бребетные ноги. В общем, сейчас я utilizzize эту золчу свою В общем, плавление идёт довольно-таки нормально. Я, если честно, не ожидал, что вот такой зажигалочкой удастся всё-таки это переплавить. Ну, конечно же, шайбе не удалось получить, жаль. Всё-таки я чувствую, что с каждым разом прилипает золото к кирпичу, поэтому долго не буду плавить. Вот тут у нас так максимальный огонь, думаю, получается. Ну, хоть что-то мы получили, конечно же, похожее на золото, но желтоватого такого оттенка всё это сейчас подсохнет, и я покажу вам, как всё это дело выглядит, и позже ещё несколько слов расскажу о получении золота, и на этом будем завершать данный цикл видеороликов. Друзья, наконец, мне удалось свернуть всё это дело в шайбу, вот такую небольшую. Ну, всё, что вы видите, вот этот крупинок из себя представляет чистейшее золото. Ну, на нём, конечно же, есть небольшие остатки флюса, но можно, конечно же, любым методом очистить. Ну, получилось где-то в районе полграмма. Ну, я при этом хочу сказать, что переплавлял на ваших глазах только фольгу основную крупную, которая на поверхность всплывала. Золотого порошка. То есть, это без золотого порошка. Ну, если, думаю, что золотой порошок тоже переплавит, то в районе одного грамма можно без проблем получить из того золота, из тех радиодеталей, которые я вам показывал. Ну, для того, чтобы убедиться, что там золото, можно просто потереть. Блин, фокус камеры, думаю, мне простят мои подписчики. Ну, видим, что желтовато. В общем, это чистой воды золото. Конечно же, проба не очень высокая, но, конечно, как вариант. Ну, напомню, что ещё раз, напоминал или нет, не знаю, что незаконный оборот драгметаллов, добыча оборот карается довольно строго. Поэтому, если вот таким методом решили получить золото, то крайне не советую для каких-то коммерческих целей. Просто можете отдать, скажем, ювелиру. Если есть знакомый, друг или просто человек, который занимается ювелирными изделиями, то можете слетить из этого вот себе кольцо или украшение, подарить, скажем, любимой девушке, родственникам. Уверен, они будут очень рады. А так, продавать это крайне я вам не советую. На бирже можете попадаться. И будет срок или, в лучшем мере, штраф довольно большой. В общем, я выполнил вашу просьбу. Как и сказал, ну, конечно же, ждали довольно долго. Долго, простите. Еще хочу сказать, что за все это, то есть за ляпы, там нехороший монтаж видеороликов, прошу простить, поскольку все это дело я сделал где-то за несколько часов. За это время мне приходилось выходить из дома, закупаться радиодеталями. В общем, бежал по всему городу по своим делам. Поэтому все это дело перегорело во время кипения и так далее. На этом все, друзья. Подписывайтесь на мой канал. С вами, как всегда, был АК Касьян. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok